Поехали! В этом году участие в конкурсе приняли более 10 тысяч школьников из России и стран зарубежья. В основном это учащиеся с 7 по 11 класс. 469 работ представили на суд жюри, из них 50 проектов вышли в финал. Большинство из них коснулись космической и инженерной отрасли. Отдельные работы и вовсе поразили воображение членов жюри и удостоились печати в ежегодном альманахе, который выпускается силами сотрудников Самарского университета. Один мальчик сделал проект, где он осваивает астероиды для того, чтобы на них перелетать от планеты к планете. То есть бурит там, соответственно, туннель, залазит туда и летит дальше в качестве используемой полезной нагрузки себя. На самом деле это очень, на мой взгляд, реальный проект, потому что, а зачем лететь на ракете, когда можно долететь до ближайшего астероида, который уже летит. Победителей пригласили в Самарский университет в рамках третьего очного этапа конкурса. Ребята ознакомятся с деятельностью учебного заведения, примут участие в научных проектах и получат возможность дальше развивать свой потенциал. В этом году конкурс «Спутник» отмечает свое пятилетие. И если на его старте предпочтение отдавалось студенческим проектам вуза, теперь возможность представить свою работу появилась у школьников со всей страны и мира. Со временем пришла такая идея, что необходимо провести более сложные мероприятия, более комплексные, для того, чтобы собрать школьников со всей страны. И чтобы было ориентир не только на тех, кто готовится к поступлению, но и на более младший класс. Поэтому конкурс рассчитан как раз с 7 по 11 класса. И мы выполнили эту миссию, чем мы и гордимся, что мы собрали школьников со всей страны. Завершающий четвертый этап конкурса пройдет в октябре этого года на базе оздоровительного комплекса «Артек». Победители исследовательских проектов получат возможность не только отдохнуть и провести время с пользой. Финалистам обещают начислить дополнительные 10 баллов к общему результату ЕГЭ. Ольга Павл, Николай Епифанов, События. Ольга Павл, Николай Епифанов, События.